Данный молокомат достаточно прост в использовании. Покупателю необходимо только взять пластиковую бутылку, которая уже снабжена маркировкой. Данную бутылку мы фиксируем в креплении молокомата и закрываем дверцу. После чего начинается набор молока. Несколько секунд и в бутылке плещется свежее молоко из села Суражевка. Такие молокоматы появились в четырех торговых центрах города. Благодаря тому, что производитель предприятия «Дальневосточная» и торговые сети работают напрямую, минуя посредников, у покупателей есть возможность приобрести местную продукцию по цене ниже рыночной. Аппарат популярен в западных регионах страны. У нас для Дальнего Востока это новшество. Но во Владивостоке он появился достаточно недавно и уже пользуется популярностью среди жителей города. На этапе ввода проекта мы проанализировали спрос покупателей и даже заказали сейчас дополнительные бочки для того, чтобы каждый наш покупатель, желающий приобрести свежее молоко, ушел с этим продуктом, с нашего гипермаркета. Наши покупатели привыкли, чтобы получить свежую фермерскую продукцию, ехать на рынок. Сейчас это не нужно. Аппарат снабжен агрегатом, который позволяет реализовывать молоко в течение трех суток. Однако спрос таков, что бочки с молоком меняют два раза в день. Продукт в автомате не застаивается. Ежедневно в аппараты поставляется более тысячи литров молока. Все новое – это хорошо забытое старое. Раньше в таких автоматах набирали воду и лимонад за три копейки. А сейчас можно спокойно подойти и набрать пастеризованное молоко. В автомате проводится глубокая очистка молока, его пастеризация, гомогенизация и нормализация до 3,2% жирности. Литр такого молока обойдется в 75 рублей. Вы уже пробовали молоко в таких? Да, пробовала. Понравилось. Но почему-то оно в последнее время подорожало. Было 67 рублей, а сейчас 74. Мы пьем его всей семьей. Очень вкусное молоко, приближенное к натуральному, поэтому очень хорошо пьют дети, взрослые. Я думаю, что очень хорошее молоко, которое следует покупать. Только когда там открылась она в первый день, я сразу же купил. Правда, оно было подешевле, цена позволяла брать. Сейчас чуть дороже, но мы тут чисто для детишек, для внука и внучки. Сами такое не пьем-пьем, что подешевле. Молоко из автоматов можно приобрести по адресам Черемуховая, 15, Русская, 2К, Крыгина, 23 и в торговом центре Седанка-Сити. Заметим, что тару для молока предоставляет магазин. Такая торговля – это часть программы развития сельского хозяйства региона. Она должна поддержать местных производителей, которые могут вкусно и дешево накормить приморцев. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.